Сегодня практически невозможно представить деятельность учреждения уголовно-исполнительной системы без психологов, специалистов, чья повседневная работа связана с выявлением душевных ран и врачеванием психики людей, находящихся в сложных ситуациях. Пенитенциарный психолог – это профессия и призвание. Их стезя – это сложная, кропотливая и ответственная работа с конкретными людьми, сотрудниками уголовно-исполнительной системы и осужденными в целях оказания высоко квалифицированной адресной психологической помощи. В нашей стране привлечение психологов к работе с заключенными началось с середины 20-х годов 20-го столетия. Однако в силу общественной политической ситуации с начала 30-х годов и до начала второй половины 20-го века психологическая наука и практика находились в забвении. И только в 1974 году в штаты воспитательных колоний, а затем и следственных изоляторов были введены должности психологов для работы с несовершеннолетними правонарушителями. Качественно новый интерес к содержанию работы пенитенциарных психологов возник в конце 80-х, начале 90-х годов. Тогда по инициативе Управления исполнения наказаний Саратовской области в порядке эксперимента создалась психологическая лаборатория численностью до 4-х человек на базе одной из колоний. На нее возлагалась задача отработки методов психологической диагностики осужденных. Аналогичная лаборатория была создана в Пермской области. Она в большей степени специализировалась на опробации методов психокоррекционного воздействия педагогического аутотренинга. Историческая дата 2 сентября 1992 года. В этот день был подписан приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации номер 305 о создании психологических лабораторий исправительно-трудового учреждения. С этого момента профессиональная деятельность психологов приобрела новый статус как принципиально новое направление отечественной и зарубежной психологической практики, психологической работы с сотрудниками и осужденными в пенитенциарных учреждениях. Психологическая служба включает в себя структурные подразделения и должности психологов, осуществляющих целенаправленную работу по психологическому обеспечению деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. Следственных изоляторов учреждений, исполняющих уголовные наказания, не связанные с изоляции осужденных от общества, а также специальных подразделений по конвоированию отделов специального назначения территориальных органов УИС и образовательных организаций подведомственных ВСИН России. В восьми территориальных органах ВСИН России созданы межрегиональные отделы психологической работы и межрегиональный отдел информационно-технического обеспечения психологической работы, которые осуществляют координацию и контроль за организацией деятельности психологических служб, курируемых территориальными органами уголовно-исполнительной системы, проведение прикладных научных исследований, связанных с апробацией и внедрением современных психотехнологий в пенитенциарную практику. В настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы функционируют 970 психологических лабораторий, работают 85 психологов отделов специального назначения, 78 психологов отделов управления по конвоированию, 363 психолога в уголовно-исполнительных инспекциях, 29 психологов в образовательных организациях. Штатная численность психологов уголовно-исполнительной системы составляет 3 325 сотрудников. Средняя нагрузка на одного психолога по установленному нормативу в следственных изоляторах составляет 350 человек, в исправительных колониях 300, в воспитательных колониях от 50 до 100 человек. Основными функциями психологических лабораторий в учреждениях уголовно-исполнительной системы являются диагностическое. Заключается в постановке психологического диагноза и написании психологического портрета на основании углубленного, объективного и всестороннего изучения личности с целью выявления и описания ее индивидуальных психологических особенностей, условий формирования, выявления лиц, относящихся к группе повышенного внимания и требующих постановки на профилактический учет психолога, изучение социальных общностей, групп осужденных, коллективов сотрудников, динамики социально-психологических явлений и состояния. Реализуется посредством применения специальных психодиагностических методов, тестирования, изучения документов, беседа, наблюдения, изучение личности или группы и психологических алгоритмов обработки и интерпретации полученной информации. Консультативное направлено на оказание психологической помощи индивиду в решении личных психологических проблем, актуализацию внутренних резервов личности для преодоления кризисных и проблемных ситуаций, помощь в профориентации, саморазвитии, а также на решение служебных задач с учетом психологических факторов. Психокоррекционное заключается в целенаправленном изменении социально-психологических установок и ценностных ориентаций индивида, обучении его приемам и способам саморегуляции и самоконтроля, формировании необходимых навыков и умений в сфере общения, коррекции и развитии системы отношений личности, повышении устойчивости к неблагоприятным психологическим воздействиям и факторам, стрессам, критическим и конфликтным ситуациям. В рамках данной функции психолог проводит психокоррекционные мероприятия с использованием индивидуальных и групповых форм работы, аутотренинг, социально-психологические тренинги и другие. Прогностическое и психопрофилактическое состоит прогнозирование индивидуального и группового поведения, оценки перспектив развития личности и социальной ситуации, своевременном предупреждении межличностных конфликтов, эмоционального выгорания, суицидов, иных негативных проявлений, обусловленных изоляцией осужденных, подозреваемых и обвиняемых от общества, а также у сотрудников учреждения, вызванных спецификой и условиями служебной деятельности, бытовыми и семейными проблемами. Просветительская функция заключается в повышении уровня культуры и развитии социально-психологической компетентности персонала, в том числе обучению сотрудников навыкам и методам психологической работы, умением применять в своей работе психологическую информацию, а также информирование осужденных, подозреваемых и обвиняемых о работе психологов. С этой целью психологи проводят лекции, беседы, занятия в системе служебной подготовки, используют иные формы пропаганды психологических знаний. Исследовательская функция направлена на проведение исследований и экспериментов в области пенитенциарной психологии, изучение различных социально-психологических явлений и процессов в местах лишения свободы, разработку и апробацию научно обоснованных методик изучения личности и социальных общностей, коррекцию индивидуального и группового поведения, выработку методических рекомендаций по различным направлениям деятельности психологической службы. Работа психологов осуществляется по двум направлениям. Это работа с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными и работа с личным составом учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. Работа с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными остается центральным направлением деятельности психологической службы УИС. Ежегодно психологами обследуется более полумиллиона лиц, содержащихся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах УИС, а также осужденные, состоящие на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. Особое внимание психологи уделяют психологическому сопровождению несовершеннолетних осужденных. Своевременная психологическая диагностика подозреваемых, обвиняемых и осужденных позволяет определить приоритетные направления психокоррекционной и психотерапевтической работы, направленной на формирование мотивации к исправлению и личностному развитию осужденных, создавая тем самым предпосылки для ресоциализации и более успешной интеграции в общество после освобождения. Психологи УИС обладают всеми необходимыми профессиональными компетенциями, богатым и разносторонним опытом практической работы с различными категориями осужденных, постоянно повышают уровень своих знаний, совершенствуют умения и навыки работы при осуществлении всего комплекса психологических мероприятий в отношении осужденных, подозреваемых и обвиняемых. В настоящее время психологи УИС активно используют современные направления психокоррекции и психотерапии с целью оказания эффективной адресной психологической помощи осужденным. Психокоррекционная работа с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными способствует изменению их личностных качеств, развитию умений контролировать свое психическое состояние и взаимодействовать с окружающими. Участие психологов в жизни учреждения, знание психологической обстановки, психологического климата в социальной среде подозреваемых, обвиняемых и осужденных способствует быстрому и безболезненному разрешению конфликтов и предотвращению нарушений дисциплины. Психологи проводят психопрофилактическую работу. Психопрофилактика предполагает выявление лиц, которые относятся к группе риска, и постановка их на профилактический учет. Доля таких лиц, поступивших в учреждения УИС, весьма высока. Просветительская работа состоит в распространении информации о целях, задачах, направлениях и особенностях оказания психологической помощи, создании у осужденных культуры отношения к психологам, как специалистам, формировании конструктивного отношения к проводимым психологическим мероприятиям в пенитенциарных учреждениях, что в целом способствует росту доверия, престижа и популярности роли психологической службы среди осужденных. Еще одним актуальным направлением работы психологической службы является комплекс мер, направленных на ресоциализацию осужденных. И это восстановление утраченных позитивных социальных связей, преодоление социально-психологических условий и факторов, затрудняющих нормальную адаптацию в обществе, психологическая подготовка их к освобождению и дальнейшую адаптацию к жизни. В уголовно-исполнительной системе на сегодняшний день сложилась целостная система психологического обеспечения деятельности персонала. Она охватывает все этапы прохождения службы сотрудниками. Работа психологов с персоналом пенитенциарных учреждений начинается с профессионально-психологического отбора кандидатов на службу и психодиагностического обследования личности. В соответствии с положением о службе вновь принятые сотрудники проходят стажировку. Изучение личности человека в процессе реальной деятельности важный этап профессионального отбора кадров, так как уточняются личностные качества человека, его мотивация, отношение к уголовно-исполнительной системе, профессиональной культуре. С целью адаптации к новым условиям служебной деятельности с молодыми сотрудниками-психологами проводятся индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия. Тренинговые занятия, направленные в первую очередь на развитие умений работать в команде. Немалое значение имеет и психологическое сопровождение сотрудников, зачисленных в резерв кадров на выдвижении. Оно преследует цели изучить их управленческие навыки, профессиональные компетенции, прогнозировать успешность деятельности в качестве руководителя и оказать помощь в сохранении и развитии профессионально важных качеств. В связи со сложным и напряженным характером работы в уголовно-исполнительной системе с сотрудниками регулярно проводятся психологические тренинги, программы психологической релаксации, занятия по повышению толерантности в конфликтных ситуациях. Это является важными средствами профилактики деструктивных явлений. В условиях реформирования уголовно-исполнительной системы возрастает роль сплоченности служебных коллективов. Одним из приоритетных направлений деятельности психологической службы является мониторинг социально-психологического климата среди личного состава с целью принятия своевременных мер по его оптимизации. Осуществление психологической подготовки сотрудников к действиям в экстремальных ситуациях является важным направлением в работе пенитенциарных психологов. На занятиях психологи работают над развитием эмоционально-волевого контроля сотрудников, умением работать в команде. Не менее важными направлениями работы психолога являются консультирование сотрудников по профессионально-служебным вопросам, оказание психологической помощи персоналу в решении проблемных и преодолении кризисных ситуаций, психологическое обеспечение профессиональной деятельности персонала УИС в сфере семейных отношений. Современная психологическая помощь сотрудника есть катализатор его способностей и намерений. А цель психологической службы – помочь сотруднику эффективно и слаженно выполнять обязанности. В соответствии с общей тенденцией развития психологических и информационных технологий в обществе, психологическая служба уголовно-исполнительной системы внедряет современные инновации в практическую деятельность пенитенциарных психологов. В рамках развития психологической работы, направленной на профилактику профессиональной деформации и снижение психоэмоциональной напряженности у сотрудников, во всех территориальных органах ВСИН России проведено оснащение кабинетов психологической работы специальным психокоррекционным оборудованием. В 2015 году во все программы психологической работы с различными категориями сотрудников УИС включены методы медитации и саморегуляции. Для повышения качества и результативности психологической работы, оказание адресной психологической помощи, обучение применению современных методов психодиагностики и психокоррекции с 2015 года в Академии ВСИН России и с 2017 года в Томском институте повышения квалификации работников ВСИН России осуществляются профессиональные при подготовке сотрудников психологической службы УИС по специальности клинической психологии со специализацией клиника социальной реабилитации и пенитенциарной психологии. С 2017 года по указанной программе профессиональной при подготовке обучаются курсанты психологического факультета Академии ВСИН России. Система психологического обеспечения персонала является важным направлением деятельности психологической службы, поскольку качественный профессиональный психологический отбор и высокий уровень профессионально-психологической подготовленности определяют успешность выполнения профессиональной деятельности сотрудниками УИС. Перспективы развития психологической службы в СИН России. В целях совершенствования психологической службы УИС в период 2017-2020 годов планируется развитие психотерапевтического профиля работы с сотрудниками УИС, а также подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. Для решения указанной задачи прорабатывается вопрос организации взаимодействия с профессиональной психотерапевтической лигой и Федеральным медицинским исследовательским центром психиатрии и наркологии имени Сербского с целью привлечения их специалистов к практической деятельности психологической службы УИС и обучению психологов УИС. Для повышения уровня оказания психологической помощи и психодиагностических мероприятий требуется достичь показателя наличия во всех учреждениях УИС одного-двух психологов, имеющих подготовку по специальности клиническая психология, и организовать на постоянной основе их профессиональное взаимодействие с врачами-психиатрами медико-санитарных частей ПСИН России. Совершенствование совместной работы всех структурных подразделений, учреждений и органов УИС по профилактике суицидов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также сотрудников УИС. Для оптимизации процесса в среде подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также в коллективах сотрудников УИС продолжить изучение в учреждениях УИС социально-психологической обстановки и социально-психологического климата с последующей выработкой совместно со всеми заинтересованными подразделениями учреждений УИС оптимальных решений. Дополнительно возложить на межрегиональные отделы психологической работы территориальных органов СИН России проведение с психологами УИС супервизии, а также сопровождение внедрения передовых психологических технологий, практическую деятельность учреждений и органов УИС. Обновление программ профессиональной переподготовки и повышение квалификации, внедрение в деятельность психологов УИС новых подходов и форм работы с учетом имеющегося опыта и знаний. Внедрение пато-психологических и нейропсихологических методов исследования в организацию работы с подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными и личным составом. Создание комплексной модели психологического сопровождения кадровой деятельности, психологии управления и кадровый менеджмент. Создание и развитие системы психологического консультирования, психокоррекции и психологической реабилитации сотрудников. Развитие системы социологических исследований, изучения и профилактики негативных социально-психологических явлений в служебных коллективах. Совершенствование психокоррекционной работы, направленной на сохранение и развитие профессионально важных качеств и профессиональных компетенций сотрудников УИС, психологическое сопровождение оперативной деятельности, создание системы развития профессиональных компетенций психологов, повышение качества организации оказания психологической помощи подозреваемым, обвиняемым и осужденным в кризисных ситуациях, структурирование и конкретизация психологического обеспечения осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, а именно корректировка основных направлений деятельности психолога и определение категории лиц, подлежащих обязательному психологическому сопровождению. Внедрение индивидуальной психокоррекционной программы, направленной на снижение агрессивности осужденных. Психологическая служба уголовно-исполнительной системы находится в состоянии своего планомерного развития. За четверть века пенитенциарные психологи обрели свою идентичность. Заслуженный авторитет среди практических работников и в сообществе ученых. Совершенствование работы пенитенциарных психологов осуществляется по всем основным направлениям их профессиональной деятельности – психодиагностики, психокоррекции, психопрофилактики и просвещения. Повсеместно повышается качество практической подготовки психологов в ведомственных образовательных организациях. Психологические лаборатории оснащены высокопроизводительной компьютерной техникой и постоянно обновляемым программным обеспечением. Сегодня с уверенностью можно заявить, что психологическая служба уголовно-исполнительной системы занимает особое место среди психологических служб различных министерств и ведомств Российской Федерации и достойно выполняет все возложенные на нее задачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова